Музыка Итак, стратегически. Вас стратегически устраивает все то, что делает Министерство спорта Российской Федерации? Для данных, да. Да? То есть у вас никогда не возникало, допустим, с господином Утко никаких трений? Ну нет, обычно не убивают курицу, которая несет золотые яйца. Ну по-разному бывает. Ну у нас как-то нет, не возникало, нет. Нам все пошли навстречу, не могу ничего сказать. Единственное, что у нас возникали проблемы с параллельным зачетом, так называемый, когда, например, девочка родилась в Улан-Удэ, потом переехала в Нижний Новгород, а теперь тренируется в Москве. Чья она? Вот чья? Вот она сейчас стала олимпийской чемпионкой, например. Чья? У нее мать кто? Та, что родила, или та, что ее подняла до определенного уровня, или та, что ее довела до олимпийского пьедестала. Вот это вот всегда были проблемы, потому что считали, что вот и там получат, и здесь получат, и все получат. А какая разница, кто получит? Триколор поднимается один. Ну получит и Улан-Удэ, и получит, и это я чисто говорю визуально. И все остальные мамки получат, и папки тоже. Кто плохого в этом? Ну вот люди такие алчные, понимаете? И девочке хорошо, она и там получит премию, и здесь получит премию, и тренеру хорошо, и первый тренер будет заслуженным и так далее. То есть я стараюсь, чтобы всем было хорошо, чтобы люди, мир, да, чтобы все были мирные, все принимали участие, посильное воспитание олимпийского чемпиона. Все, кто участвовал в сотворении звезды, должны быть не забыты. Никто не забыт, и ничто не забыто. КОНЕЦ